В суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Я не собираюсь побеждать горы. Они – такая же часть мира, как и люди. Я побеждаю себя. Вторник. Десять часов утра. С Божьей помощью, добравшись до запланированной точки маршрута, жадно вдыхаю чистейший утренний воздух, спускающийся с гор и перемешивающийся с озерной прохладой. Впереди ждут новые эмоции и впечатления от незнакомых до ныне мест, а пока перед глазами сложный и крутой спуск к берегу озера. Поверхность озера еще покрыта тонким панцирем изо льда. Лишь по периметру береговой линии на несколько метров открылась вода, ледяная и кристально чистая. День выдался ясный, поэтому ровная гладь озера, будто большой аквариум, дает возможность разглядеть богатый подводный мир. Хотя и мир внешне не уступает по своей красоте и доступности стране в Зазеркалье. Сверху открываются приковывающие взгляд виды. Чем выше ты поднимаешься, тем красивее кажутся горы и огромные камни-волуны, будто разбросанные в округе громадным великаном. В горах своя жизнь, здесь выживает сильнейший, поэтому не найти здесь богатого разнообразия флоры и фауны. Летом здесь шумно и людно. Тихий уголок, созданный неизвестным художником, превращается в оживленное место, наполненное дымом от костров, смехом и праздным настроением. Летом это совершенно другой мир, не похожий на тот, что я созерцаю сейчас. Мне очень повезло попасть сюда до начала пляжного сезона. После себя отдыхающие оставили горы мусора. В основном это стеклянные бутылки из-под алкогольных напитков, выложенные ровными кучками, которые с каждым годом становятся все выше. Среди этих гор мусора и отдыхают люди, возмущаются, негодуют, а позже, наспех собираясь в обратный путь, вносят и свой вклад в эти растущие кучки стекла и прочих отходов. Поначалу у меня возникло желание заснять все это безобразие, но, поразмыслив, решил я поступить иначе, запечатлев тот облик, каким хотел бы каждый видеть этот тихий уголок, созданный неизвестным художником. Вершина взята, не покорена, покорить горы невозможно. Ты стоишь здесь всего несколько минут, затем уходишь. Ветер стирает твои следы, а горы... горы остаются. Они будут стоять еще долгие столетия после тебя, молча наблюдая, как молодые покорители оставляют наскальную живопись, чтобы увековечить себя в камне. Субтитры создавал DimaTorzok С высоты птичьего полета мир кажется совершенно иным. Стихли звуки, что отчетливо были слышны внизу. Прищурившись, едва можно разглядеть маленькие фигурки рыбаков, осторожно передвигающихся по тонкому льду. Сидел бы так часами, заряжаясь неосезаемой энергией гор и созерцая красоту вершины горы Донгалы, у подножия которой раскинулось чудо-озеро, в эту пору по-своему прекрасное. Часами можно смотреть на гранитные камни и плиты, в которых будто громадным сверлом проделаны ровные отверстия, отшлифованные ветром, дождем и снегом. Чьих рук это дело остается только догадываться. В голову приходят самые разнообразные версии, одна краше другой. Спускаюсь по обратной стороне горы, возвращаясь на ту дорогу, по которой приехал. День в самом разгаре. Солнце разогрело воздух до такой температуры, что хочется снять с себя куртку, шапку и подставить лицо яркому солнцу. Но в эту пору погода обманчива. От гранитных валунов веет холодом. Стоит зайти в тень гигантских исполинов, сразу же оказываешься объят ледяной прохладой. Ветра нет. Это дает возможность насладиться естественной тишиной и разнообразием наполняющих эти места звуков. Вдоль береговой линии тянется хорошо накатанная автомобильная колея. Когда-то места здесь были девственные, нетронутые человеком. Быть может, лишь пеший турист добирался сюда с рюкзачком за спиной. Но в последние годы человек, пытаясь убежать от своего же мусора, обживает такие места. Остатки распиленного шлагбаума свидетельствуют о том, что кто-то пытался заявить свои права на часть береговой линии. Похоже, что этого сделать ему не дали. Существует несколько версий происхождения названия горы и озера, которые принято считать единым целым. По одной из фантастических гипотез озера внеземного происхождения, эта версия заинтересовала меня больше других. Считается, что гора Донгалы или Седлуха, как ее еще часто называют в народе, и лежащее у ее подножия озеро, есть результат падения космического тела, которое развалилось в атмосфере и падение многочисленных обломков сотворило столь сложное сооружение. Здесь есть над чем подумать, ведь Донгалы как будто выросла посреди равнины, а огромные валуны причудливых форм наталкивают на мысль, будто некая большая каменная глыба от удара разлетелась на множество мелких частей. Даже не верится, что всего полчаса назад стоял я на вершине горы, которая отсюда кажется такой неподступной. Вон и огромный гранитный валун возвышается над равниной, напоминая молчаливое око, наблюдающее за земной жизнью. Каких только сюжетов не нарисует воображение при виде этих фантастических пейзажей. Вода в озере считается целебной, кто-то называет озеро Радоновым, но согласно официальным источникам, целебность воды обусловлена ее принадлежностью к натриевой группе. Слабощелочная среда, содержащая в своем составе гидрокарбонат натрия, действует как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек. С детства знаком я с этим озером. Часто бывал здесь. Сидя на золотистом песке, разглядывал красивые горы на противоположном берегу. Мог ли тогда я представить себе, что спустя несколько лет вновь открою для себя эти места совершенно другой стороны? Мог ли тогда предположить или задумываться о происхождении этого чудо-озера и гор великанов? Наверное, было еще не то время. Детство – это та пора, когда ни о чем не задумываешься, беззаботно проживая дни и годы. Да что там детство? И во взрослые годы многие из нас все еще остаются детьми, проживая каждый день как последний. Радость от такой жизни длится недолго, исчезая с первыми лучами восходящего солнца. Но есть и другой путь, подобный тому, который сегодня проделал я, пусть ненадолго, но став частью этих сказочно красивых мест, овеянных легендами и преданиями, записанными в причудливых силуэтах гранитных великанов и подступными вершинами, застывших на долгие века. Субтитры создавал DimaTorzok Я не собираюсь побеждать горы. Они – такая же часть мира, как и люди. Я побеждаю себя. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok